всем привет мы сегодня с другом опять в лесу только уже по другому поводу сегодня мы приехали искать клад дороги более более стабильным стал сразу надо закапывать в траве в траве обычно всякая мутотень разделяем разделяй и властвуй менее интересный сигнал отличная находка уже не зря приехали вот такой аппарат себя оправдывает это Гаррет Эйс 350 евро с дополнительной катушкой Голиаф ну что ж смотрим дальше я сейчас объясню я без аппарата так как свой аппарат я продал был у меня аппарат китайский ground efx 100 е такой довольно неплохой был аппарат поначалу потом он начал выдавать фантомные сигналы я отдал его в ремонт его починили на катушке отходил проводок вот ремонт обошелся я не помню 1200 гривен по моему я его благополучно продал за 4 хотя брал его еще до повышения курса а за 2 800 когда доллар был по 8 когда доллар стал 25 продал его за 4 500 короче тоже на то и вышло посмотрите как красиво воздух такой чистый сейчас наверное где-то минус минус 2 градуса 28 ноября зима уже так стопроцентная гарантия песок еще не промерз копается хорошо лежит где-то на поверхности ценно я круглая и литое вывалилась как горит мой братан если сразу не можешь найти значит это монета как неправ твой брат это у нас осколочек осколочек от снаряда медный да ну да значит мы на правильном пути такой дебелый медный осколки да из меди это кольцо вот это со снаряда медная да друзья как назло когда я снимаю когда идет хороший сигнал мы находим всякую что мы находим как это называется шмурдяк находим всякий шмурдяк ну вот я психанул и не стал снимать очередной хороший сигнал вот тут вот почти на поверхности нашли пуговицу очень интересную пуговицу интересную двуглавый орел если вам видно я вам в конце потом ну интересных находок сделаю хорошие фотографии и поставлю это очень интересная пуговица да она вот она тут замерзла на с этой стороны медная или хранилась хорошо вообще безупречно бы даже сказал хороший сохран то это вообще отличный сохран смотри видно все просматриваются все узоры я не знаю как передает конечно камера ну вот мы реально и держим в руках она как будто новая как будто прикоснулись к истории царской россии или украины царской украины что-то описано нет не буду я на камеру плевать гамберг а как ламберг 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 были ну-ка ламберг конце твердый знак интересная пуговица да уже интересные находки появляются здесь где-то возле нас возможно что-то покруче спрятано сейчас будем искать дальше мы только что погуглили нашли эту пуговицу эта пуговица использовалась на гимнастерках российской императорской армии до 1917 года изготовлена фирмой ламберг и она выполнена из олова прекрасная погода сегодня последние наверное недели три до недели три шел то дождь то снег который растаял постоянно было пасмурно такое просто я уже не помню сколько ему длится это как какой-то плохой сон уже закончилась наконец таки выпал такой молодой снежок укрыл всю эту слякоть морозец подсушил все вместе с ветерком и вот мы уже радостные вышли в лес наконец хорошо еще грунт не застыл можно копать но честно говоря даже если он застывает нас это не останавливает и мы идем и долбим морзлую почву так очередной интереснейший сигнал да ну чересчур длинный какой-то предмет там находится сейчас будем проверять тут что-то твердое уже мы стукнули по нему несколько раз что-то труба какая-то хоть бы ни снаряд никакой довольно не маленький так это ж драк ну-ка это ж драк гусеничный емае вот это мы сегодня подлохматились китай в рюкзак в рюкзак в карман не знаю видите друзья вот он вот лопата фискарс стандартная вот такой вот немалый на боярышню итак друзья этот трак который мы нашли недавно ну весит наверно килограмм десять я принял решение таскать его с собой я себя жалеть не собираюсь у нас у меня и у него какой-то новый сигнал хороший так вот у нас работа по большей части сидячая так что нужно физически работать хотя бы на копе они копали мы уже сколько лёха наверно наверное год уже мы как на коп не ходили не выбирались так я слышу этот сигнал нашли гильзу вот здесь ну почти на поверхности лежала медная сразу видно такой красноватый оттенок отдает и латинскими буквами смп 941 гильза стреляна вот такого вида да тоже возьмем на всякий случай вот какая соснище тут что то есть приборы показывает то что то есть очередная радующая глаз находка звезда ркк шо это спел с пилотки пилотки пилоточная да хоть музей открывай так ямку закопаем обязательно чтобы никто не нашел следов посмотрите что это что это то за грибы под снегом а что это за грибочки такие вы знаете пишите в комментариях замерзшие какие-то грибы интересные еще вот целая дорожка это другие какие-то маленькие вот интересно вот нашел такую зеленушку зеленушку на длинной ножке вот здесь вот она уже развалилась замерзшая так а это что за грибочек замерзший нет нет так тут где-то я нашел целую плеяду этих грибов только я не могу понять это же рядовка коричнево-белая застывшая застывшая но съедобная пусть белочки съедят а ну что-то очень глубокое это хорошо либо это металл ржавый либо это что-то ну в смысле черный металл ржавый да либо просто а вот оно оказывается ни глубоко ни хрена а ну-ка Леха сейчас сейчас это может быть что угодно что угодно что угодно что угодно даже осколочек опять осколок стоял полугом поэтому был такой сигнал ну да медненький медненький кто-то съел очень свежую консерву так такой сигнал был очень хороший о о это же монетка ёкарный бабуин что за монетка 20 копеек 61 года редчайший экспонат ну-ка стой так это в натуре редчайшие или нет хрен тут даже вот ну СССР как положено 61 год а ну они написаны не так как обычно тоже кошель что ли советиков ещё 1584 мы на глазах просто поднимаемся так такие хороший такой сохран ее как так что много сигналов не докопал так я это в сокровище ё-моё а что тут наверно кто-то сел 77 год кто-то ходил по большому и повысыпались у него монеты может это советский клад советских монет выпала что ли да сильно мотылял рукой четвертая монеточка с одной луночки это у нас тут не зря приехали а ну давай не зря не зря целую зарплату потерял на сколько у нас получается 40 копеек и по 30 70 копеек нормально можно было в столовку сходить а еще есть сейчас будем копать неужели еще рукой зачерпаю короче еще это наверно 10 копеек до 10 копеек 83 ну-ка ух ты вроде бы все она еще ну по это появилось аппаратом вот смотри это же яйцо змеиное что серьезно или не они это гриб я больше не буду здесь копать грибочек о еще наверно пятнадцать пятнадцать смотрите друзья на одном месте все на вот этом вот месте вот сколько тут получается 20 20 а 40 55 80 90 копеек до рубля 10 копеек не хватает сейчас ладно идем дальше сейчас на зарыть это все дело так что то мы уже подустали лазить да но места здесь я вам скажу знатные здесь мы находили такие находки попадались нам о которых я даже слух сказать на камеру боюсь конечно эта местность богата советскими монетами как ранние советики так и позднее здесь попадаются как вы уже могли видеть но были здесь и поинтересные находочки скажем так скажем так как как так что советую вам следить за моим каналом подписаться на него и нажать колокольчик и надеюсь что погода этой зимой будет нам благоволить и давать возможность искать искать си сеньоры дмитрий дмитрий вы же ни хрена не выкопали безусловно я так и знал что он где то здесь впрочем Глубже или сбоку? Что это вы сигналите? Что это? Тут какой-то мусор пошел. Копай. Копай ружо. Подожди, может он сбоку где-то все-таки? Может быть. А что ты? Ого! Вот это Патрик Свейзи. ТТ. ЗВ. ЗВДВ? ЗВ41. По-моему. Да, такой. Ладно. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok